Доброе утро, спасибо Маше. Я должен сказать, что для меня честь, большая честь быть здесь с вами, на вернисаже вашей выставки, и иметь возможность сказать несколько слов о том, насколько это важно. Насколько важно то, что выставка посвящена исчезающим видам. Действительно, что такое исчезающий вид и что это значит для нас? Это значит, особенно для городских жителей, которые мало, может быть, общаются с природой и не глубоко знают, что происходит, и глубоко знают проблему. Давайте подумаем вот о чем. Где мы сегодня находимся? Я имею в виду, не мы здесь, а где мы, как вид, находимся на нашей планете. Мы находимся в эпохе, которую сейчас специалисты называют эпохой биологической аннигиляции. Биологическая аннигиляция, вот по смыслу, понимаете, да, это исчезновение биоты. Это не праздные слова, это заключение, основанное на очень серьезном исследовании очень классных ученых, которые показали, проанализировали огромное количество материала. Они показали, что сейчас наша планета переживает шестой период исчезновения видов, исчезновения видов животных. Вот откуда исчезающие виды. Они реально исчезают. И это не только редкие, особо охраняемые, переукрожаемые виды. Исчезает животный мир на планете. И исчезает он из-за нас, из-за человека, из-за нашей деятельности. Предыдущие пять в истории Земли были периодами исчезновения видов, ну, как динозавры, например. Все с детского возраста знают, что были в Земле динозавры и исчезли. Они были по причине естественных природных катаклизмов. Шестой нынешний, это первый, когда они исчезают, причем массово исчезают, из-за нас. Вот совсем недавно появилась публикация, которая говорит, что и у насекомых сейчас происходит афокалипсис. 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 И вот я не хочу грузить вас цифрами, вот просто представьте себе. Было показано, что в национальных парках Германии за последние 27 лет количество насекомых, которых можно отловить ученых, уменьшилось на 75% за последние 27 лет. А в летний период, то есть их активность на 82, вы понимаете вообще, что это такое? Давайте подумаем. Это значит, идет активнейшее разрушение экосистем. Потому что без насекомых не будет птиц, не будет млекопитающих, не будет растений. Все, это коллапс. Вот я недавно получил, у меня вообще-то перекиска, я недавно получил такой репорт, кто-то одного моего хорошего коллеги из-за убежал, он сказал, что мы кончены. Он, прочитав этот материал, сказал, мы кончены. Но дело не только в нас. Мы можем и сами себя кончить. Мы приканчиваем жизнь на планете. Еще одна цифра, которую я хочу, чтобы вы осознали, опять-таки, по оценкам специалистов. 96% биомассы животных или живущих на планете, знаете кто? Мы, домашние скоты, наши домашние животные. И только 4% этих, это дикие животные. И сокращение их жизненного пространства происходит со страшной силой. Я могу долго об этом говорить, я могу вам прочитать целую серию лекций, но я сейчас этого, конечно, делать не буду. Я хочу, чтобы вы наслаждались искусством и наслаждались вечером. Я хочу вам задать вопрос, а кто может помочь? Кто может сделать так, чтобы вы на то, даже не сползали, уже просто падали, в плопость не произошло до самого фатального конца? Ученые, наука... Я профессиональный ученый, я вам скажу, нет, наука этого не сделает. В лучшем случае наука может открыть вам глаза и дать вам материал, и объяснить, что происходит. И вот эти ученые, которые пришли к выводу, что сейчас мы живем в эпоху аннигиляции животного мира, это как раз такие ученые, но есть и другие. Есть ученые, которых, и их немало, которых я называю мародерными. Потому что для ученых животное мир – это источник информации, и они продолжают его эксплуатировать. Ну, один такой выбивающий пример, о котором большинство людей тоже и не знает, и не думает. В России сейчас идет активное лоббирование за то, чтобы открыть охоту на белого медведя. Это происходит на фоне того, что, ну, последние 25, наверное, лет, 20 точно, все эксперты и природоохранные организации звонили во все колокола, говоря, что глобальное изменение климата, глобальное потепление, арктический лед исчезает, белый медведь исчезает. Это правда, потому что арктический лед – это жизненное пространство. Вы представьте, наше жизненное пространство, все полудородные долины и реки, на которых мы занимаемся сельским хозяйством, будут исчезать. Что нам остается? Побежать в горы и жить на гольцах? Мы там в большом количестве не выжим. Вот это то, что происходит сейчас с белым медведем. И при этом идет активное лоббирование за то, чтобы открыть охоту на белого медведя в России, где охота на этот вид была запрещена с 1 января 1957 года. А почему? Почему такое лоббирование? Ну, во-первых, есть политическая коммуникация, о которой я сейчас говорить не буду. В настоящее время в мире ежегодно убивают, при том, что этот вид угрожаемый, что все говорят, что он исчезает, убивают порядка тысячи белых медведей. В основном в Северной Америке, потому что там по политическим причинам разрешена охота не просто даже для коренного населения, а разрешена профильная охота, в которой коренное население используется как интегрированный в этот бизнес инструмент. Это деньги, которые прикрыты спекуляциями насчет того, что это традиционное право. А почему у нас идет такое лоббирование? Потому что есть заинтересованные лица. И в том числе среди ученых. А почему? А потому что могут быть бенефиты. Поддерживают это те, кто рассчитывает, что легализация охоты позволит кормить этот научный бизнес. Что ученые будут легально получать пробы от убитых медведей, с которыми могут работать. Сам факт охоты и определения квот также дает хороший аргумент для того, чтобы просить гранты. Вы можете найти массу информации по этому поводу. Например, Всемирный фонд WWF, который все время нам упоминает по телевизору, просит деньги на сохранение Арктики, как они говорят. Это на их официальном сайте, я не открываю вам секрет. И говорят, что дайте нам денег на спасение Арктики дома белого медведя. И эта же организация поддерживает охоту на белого медведя, потому что говорят, что охота, то есть прямое физическое истребление животных, которые исчезают, не угрожает виду. И это вообще традиционное право, но это может продолжаться. Ну, вы сами оцените моральный статус такой позиции. И мотивы, которые за этим могут стоять, вполне прозрачны. Кто может повлиять и кто может спасти? И почему так важно, что люди искусства, художники, ваши, обратили внимание на эту проблему и не остаются равнодушными? Да потому что только публика, только люди. Не надо ждать, что это сделают экологи. Экологи этого не сделают, даже те, которые хотят, у них не хватит сил. Возможно защитить животные миры от исчезновения и жизни Земли только, если это будет массовое общественное понимание проблемам и массовая общественная поддержка защиты животных и защиты исчезающих видов. Причем сейчас исчезают не только виды, которые мы знаем, редкие, там, тигры, носороги. Вот как раз в том исследовании, которое я упомянул вначале, хорошо показано, что исчезают все виды, даже те виды, которые являются, ну на английском это звучит, low concern, то есть которые представляются не в опасном положении. Потому что, а почему это происходит? Потому что реагирует вся экосистема. Потому что изменяются условия жизни. И что еще важно понимать, что мы действительно лишаем все больше и больше жизненного пространства. И поэтому ваше внимание, внимание людей влиятельных, внимание людей искусства, искусство это очень мощный инструмент. И без философии, без морали и этики, и без образного восприятия этого мира, я думаю, мы еще не сделаем. Поэтому спасибо вам всем, организаторам этой выставки. Специальное спасибо Маше за ее творчество. И я думаю, что это причина хорошего оптимизма, несмотря на плачевность этой ситуации, что у нас есть шанс защитить, у нас есть шанс не потерять. Но для этого надо понять и встать на защиту всех. Ну и последнее, что я хотел сказать, что у меня, я очень много лекций читаю, в том числе и за рубежом, и в круизных кораблях. И меня очень часто спрашивают, ну а кого поддерживать, если вот такие дела там, что даже организации, которые презентуют себя как защитники, на самом деле коррупированные и работают в обратную сторону. Есть проект, который в настоящее время, ну в отношении Белого Медведя, практически единственный реальный и настоящий проект. Этот проект инициирован моим другом, он норвежец, но он фактически международный проект, я в нем тоже участвую. И в феврале этого года Оле Леоден, инициатор этого проекта, он выпускает книгу, в которой будет приведена информация, которая не перевернет восприятие проблемы. Но этот проект не кончится выходом книги, только на чат. Поэтому все, кто заинтересован в поддержке реальной защиты охраны Белого Медведей, могут обращаться к этому проекту и поддерживать его, и у Юрия информация об этом проекте есть. Еще раз спасибо вам, и хороший вечер, наслаждайтесь.